Наша Солнечная система — это опасное место. Например, наш ближайший спутник — место преступления, испещренное следами жестоких ударов. Сияющая в ночном небе Луна вселяет в нас уверенность. Она светит нам ночью, управляет приливами и отливами, помогает ориентироваться во времени благодаря своим фазам. Но гораздо меньше уверенности мы чувствуем, глядя на лунные кратеры. Подобно шрамам на лице борца-чемпиона, они рассказывают длинную и жестокую историю об эпических битвах, которые велись по соседству. Луна подобна древнему учебнику, в котором мы можем прочесть историю Солнечной системы. Первая глава этого учебника начинается 4,5 миллиарда лет назад, с ее зарождения в результате катастрофы. Луна — побочный продукт грандиозного столкновения некого небесного тела с нашей планетой. Планетойт размером с Марс обрушился на раскаленную, все еще формирующуюся Землю. В медленном танце двух огромных небесных тел планетойт приблизился к Земле под углом 45 градусов на скорости около 10 километров в секунду. Несмотря на сравнительно небольшую скорость столкновения, в результате него высвободилось огромное количество энергии. В результате столкновения произошел гигантский всплеск земной мантии, настолько большой, что ее оторвало от планеты. Со временем под действием гравитации из этого материала сформировалась Луна. Общепризнанный в наши дни этот сценарий зарождения Луны был впервые предложен в 1975 году доктором Уильямом Хартманом и доктором Дональдом Дэвисом. Но какие улики помогли им восстановить события, которые произошло так давно? Для начала они попытались понять, из чего сделана Луна. В 50-х, 60-х годах ученым удалось установить, что Луна имеет гораздо меньшую плотность, чем Земля. Судя по всему, у Луны отсутствует железное ядро, которое есть у Земли. У Земли достаточно большая плотность. Плотность Земли 5 граммов на кубический сантиметр. Плотность горных пород около 3. Если при плотности 5 Земля состоит из тяжелых металлов и легких скальных пород, значит Луна при плотности 3, скорее всего, состоит только из одних горных пород. Но несмотря на различную плотность, Земля и Луна имеют сходный химический состав. В частности, обнаружены на Луне элементы, называемые изотопами, полностью соответствуют Земным. У каждой планеты в Солнечной системе есть свое сочетание изотопов. Но в случае с Луной мы видим, там точно такие же вариации изотопа кислорода, что и на Земле. И это подтверждает предположение, что когда-то Луна была частью нашей планеты. Итак, у Луны тот же состав, но другая плотность. Хартман и Дэвис объясняют подобные сходства и различия тем, что Луна зародилась в результате столкновения планетоида с Землей и частично состоит из земной мантии. При столкновении с крупным объектом произошло отделение части вещества земной мантии. Вот ее железное ядро, и вот окружающая их мантия. В результате удара поднимается огромное облако горных пород. Со временем из этих облаков, вращающихся по орбите Земли, формируется Луна, такая, какой мы видим ее в наши дни. Интересная гипотеза, но ее нужно было подтвердить с помощью компьютерного моделирования. Для того, чтобы объяснить, как сформировалась Луна, мы начинаем с идеи. В данном случае это идея о том, что Луна появилась в результате столкновения крупного небесного тела с древней Землей. Затем мы строим модели, в данном случае это компьютерная модель, описывающая, что происходит при подобных столкновениях, ограничивающие факторы, текущие вращение Земли и размеры Луны. Нам нужно воспроизвести, как изменилось вращение Земли в результате столкновения, чтобы получить сутки в 24 часа. Введя данные в компьютер, мы видим перед собой совсем другую Землю, совершающую оборот каждые 4 часа в обратном направлении, вплоть до столкновения по касательной с медленно движущимся небесным телом размером приблизительно с Марс. При ударе угол, размеры и скорость импактора оказали влияние на курс вращения Земли. К счастью для нашей планеты, столкновение произошло на небольшой скорости. Двигаясь на небольшой скорости, бомбардирующий объект вполне может разнести планету на части. В данном случае Земля и импактор разлетелись в разные стороны, и железное ядро импактора ударило прямо в Землю. Слившись с железным ядром, Земли ядро импактора должно было увеличить массу нашей планеты. Во время этих событий на Земле царил ад. Температура на Земле могла достигать 10-20 тысяч градусов во внутренних слоях. В результате столкновения атмосфера планеты оказалась заполнена плотными кремниевыми частицами, превратившихся в пар горных пород. Через тысячи лет кремниевая атмосфера начала остывать и конденсироваться. Несмотря на бурное начало, между Землей и Луной со временем установилась стабильная связь. Орбиты и притяжение Луны поддерживают изменение наклона земной оси в пределах одного градуса. Без Луны, согласно нашим моделям, наклон Земли мог варьироваться от нуля до 60 градусов, то есть в отдельный момент и северный полюс мог оказаться почти напротив Солнца. Подобные условия не исключили, но значительно усложнили бы развитие жизни на Земле. Таким образом, несмотря на свою разрушительную мощь, столкновение, которое сформировало Луну, оказалось спасительным для нашей планеты. Столкновения в нашей Солнечной системе как уничтожают, так и создают новые миры. Зачем мы изучаем подобные столкновения? Потому что они помогают понять, кто мы и какова наша Солнечная система. Я считаю, что это очень важный космический вопрос. И это нужно изучать. Данные, полученные в результате полетов на Луну Аполлона, помогли раскрыть еще одну загадку. Почему Луна так похожа на швейцарский сыр? Имеет ли лунный пейзаж вулканическое происхождение или же многочисленные шрамы на поверхности Луны свидетельство других столкновений в нашей Солнечной системе? Космические столкновения. Солнечная система. Часть 2. В середине 70-х годов ученые предположили, что Луна является побочным продуктом столкновения планетоида с Землей. Но, возможно, сама лунная поверхность и еще одно доказательство того, что небесные тела могут сталкиваться друг с другом. В 60-х годах большинство ученых полагали, что кратеры, покрывающие поверхность Луны, это конусы древних потухших вулканов. Когда я учился в магистратуре в 1961 году, многие уважаемые талантливые ученые продолжали публиковать работы, где пытались доказать, что все лунные кратеры имеют вулканическое происхождение. Планетарный геолог Джин Шумейкер был убежден в том, что Луна пережила миллионы столкновений с метеоритами. Его гипотеза основана на изучении земных кратеров ударного происхождения. Но почему таких кратеров так много на Луне и так мало на Земле? На Земле они часто разрушаются в результате атмосферных факторов, тектоники плит, других вещей, которые постоянно происходят на Земле. Шумейкеру удалось выявить ряд характерных особенностей кратеров ударного происхождения. Эти особенности можно воссоздать, выстрелив пулей в песок. Прежде всего, это кромка, напоминающая кромку чаши. Затем так называемые выбрасываемые покровы. При ударе метеорит разбрасывает вокруг кратера целый шлейф разрушенных пород. Шумейкер систематизировал анатомию кратеров ударного происхождения, изучая кратеры, образовавшиеся в результате атомных испытаний на юковых равнинах в Неваде. В результате его работы земные кратеры ударного происхождения перестали быть такой загадкой, как раньше. Вооруженный полученной информацией, Шумейкер намеревался в рамках программы «Аполлон» доказать, что Луну покрывают кратеры ударного происхождения. Он подготовил астронавтов «Аполлона» так, чтобы те могли взять образцы, которые подтвердили бы его гипотезу. Он раздал им перфораторы и отправил в экспедицию, чтобы они получили представление о геологии Земли и при высадке на Луну могли думать уже как геологи. Подготовленные Шумейкером астронавты «Аполлона» собрали образцы, необходимые ученым, для того, чтобы доказать, что кратеры на Луне имеют ударное, а не вулканическое происхождение. Наш свидетель — это сама Луна. Экипаж «Аполлона» привез образцы лунных пород, горных пород, и анализ показал, что все эти породы приблизительно одного возраста, и это уже доказательство. Образцы горных пород, взятых из лунных кратеров во время миссии НАСА в 60-х и 70-х годах позволили определить, что большинство лунных кратеров образовались в один и тот же период много лет назад. Согласно анализу образцов НАСА, столкновение произошло примерно 3,8-4,1 миллиарда лет назад. Некоторые ученые полагают, что после формирования Солнечной системы наступил еще один период высокой космической активности. Этот период астероидной активности во внутренней части Солнечной системы был назван поздним периодом массированной бомбардировки. Атаки подвергались все планеты Земля, Луна. Все планеты оказались под космическим обстрелом. По мнению некоторых ученых, в этот период образовалось огромное количество астероидов и метеоров. В течение почти трех миллионов лет огромные небесные тела бороздили Солнечную систему, вращаясь вокруг Солнца и время от времени пересекаясь с орбитами внутренних планет. Вокруг летали космические пули. Они были везде. Но что спровоцировало подобную бомбардировку? Подобная активность могла быть каким-то образом связана с движениями внешних планет. Какой-то внешний источник мог направить шквал комет и астероидов во внутреннюю часть Солнечной системы. По мнению некоторых ученых, цепная реакция, которая привела к ожесточенной борьбе между планетами, могла начаться в результате изменения орбит Юпитера и Сатурна. Нарушение гравитационного равновесия привело к изменению орбиты кольца обломков, называемого астероидным поясом, который находится между внутренней и внешней Солнечной системой. Некоторые обломки оказались на орбите Меркурия, Венеры, Земли, Марса, а также их Лун. Это событие произошло почти через миллиард лет после формирования Солнечной системы. Можно сказать, в ее подростковый период. И планеты и Луны поглотили все обломки, оставшиеся после формирования Солнечной системы. К счастью для нас, период массированной бомбардировки остался позади и никогда больше не повторится. С каждым подобным столкновением тел становится все меньше и меньше. Представьте, что планеты сталкиваются с астероидами на протяжении многих миллиардов лет и с каждым разом их становится все меньше и меньше. К счастью для нас, мы живем в такой период истории Солнечной системы, когда этих тел осталось относительно мало и, соответственно, риск столкновения значительно уменьшился. Но это не значит, что мы можем перестать глядеть на небо. Время от времени одна из планет нашей Солнечной системы переживает серьезные столкновения. В 1994 году огромный снежный ком, описав сложную кривую, превратился в огромный газовый шар на глазах у изумленной Земли. Образцы горных пород, привезенные экипажем Аполлона, убедили большинство ученых в интенсивности так называемого позднего периода массированной бомбардировки, когда наша Солнечная система оказалась под космическим обстрелом 4 миллиарда лет назад. Но даже в 90-х годах многие верили в то, что вероятность современного столкновения с крупным космическим объектом практически равняется нулю. Однако геолог Джин Шумейкер решил доказать, что космические столкновения могут произойти и в наши дни. А Чикен Литтл ходило много анекдотов, но это всегда было почти из области научной фантастики. Никто не воспринимал эту историю серьезно. В конце концов, где это видано, чтобы кто-то умер из-за того, что в него врезался какой-то метеорит? Таким было это мнение. Но Шумейкер воспринял идею столкновения Земли с астероидом-убийцей серьезно. Он надеялся, что общественность осознает необходимость поиска будущих незваных гостей, которые могут обружиться на Землю. Ему нужно было подтверждение. И по счастливому стечению обстоятельств в 1993 году небеса подарили ему доказательства, которого он так долго ждал. Ночью 4 марта 1993 года Джин Шумейкер, его жена Каролина и астроном-любитель Дэвид Леви вели наблюдение с помощью телескопа Шмидта в обсерватории Хейла в Сан-Диего, Калифорния. Ночь была облачная, не лучшее время для того, чтобы рассматривать дальний космос. Они уже почти отказались от этой затеи. И в этот момент мне показалось, что облака начали рассеиваться. И я предположил, что что-то может произойти, сказал, давайте подождем немного, возможно, все-таки удастся хоть что-то увидеть. Дэвид всегда был полон энтузиазма и всегда снимал до последнего кадра. Джин Шумейкер колебался. Пленка была дорогой, а условия не слишком благоприятные. Но Дэвид Леви не сдавался и в конце концов настоял на своем. В ту ночь они отсняли всего две пленки. Просматривая их через два дня после этого, Каролина Шумейкер наткнулась на нечто необычное. Она внезапно выпрямилась на стуле и сказала, «Дэвид, Джин, не знаю, что это такое, но похоже на расплющенную комету». Никто из нас не знал, что это, потому что никто из нас никогда с таким не сталкивался. Для того, чтобы подтвердить предположение, Леви позвонил своему другу Джеймсу Скотти из Национальной обсерватории Кит-Пик рядом с Тусоном, штат Аризона. Скотти отнесся к его заявлению скептически, но согласился взглянуть. Я перезвонил ему через пару часов. Я спросил, «Ты в порядке?» Он ответил, «Звук, который ты слышал, это я пытался поднять челюсть с пола». Я спросил, «Джим, это комета?» Он сказал, «Да, вы нашли комету». Комета — это ледяное небесное тело, иногда с каменным ядром, которое вращается вокруг Солнца. Обычно, если небесное тело каменистое, мы называем его астероидом, если ледяное кометой. Однако, это не совсем точное определение. В последнее время было доказано, что многие тела в поясе астероидов также состоят изо льда. В зависимости от места образования они могут содержать водяной лед, если они далеко от Солнца. Если же они сформировались вблизи от Солнца, то воды в них почти нет. Кометы трудно предсказывать из-за большой протяженности их орбит. Некоторым из них требуется до миллиона лет, чтобы облететь вокруг Солнца. Согласно расчетам, комета Шумайкеров-Леви-9 прошла вблизи от Юпитера в июле 1992 года и под действием силы тяготения планеты распалась на 21 фрагмент. Кометы достаточно хрупкие, и иногда мы видим отдельные их части, но никогда никто не видел их в подобной формации, так что это было интересное открытие. Они напоминали нить жемчуга. Согласно расчетам, эти опасные жемчужины приближались к Юпитеру. Джин был в восторге, он давно мечтал увидеть космическое столкновение. Другие ученые отнеслись к открытию по-разному. Я хорошо запомнила тот день, когда сообщили, что комета Шумайкер-Леви-9 должна врезаться в Юпитер. Студент вбежал ко мне в кабинет с криком, «Вы слышали? Вы слышали?» Юпитер столкнется с кометой. Я сказала, «Ну и что? Юпитер большой, кометы маленькие, там не будет ничего страшного и особенного». Таков был вопрос, насколько сильный удар сможет нанести ледяной шар гигантской газообразной планете. Джин Шумайкер читал, что благодаря большой скорости кометы ее столкновение с Юпитером будет зрелищным, но лишь немногие разделяли его точку зрения. Мы мало что знали о составе комет, настолько они были прочными и все же надеялись на зрелище. Никто не думал, что столкновение будет настолько ярким. Шумайкер оказался прав. С 16 по 22 июля 1994 года мир наблюдал, как один за другим фрагменты кометы Шумайкер-Леви-9 входят в облачный покров Юпитера. Фрагменты выстроились в одну линию, подобно вагонам поезда, и начали врезаться в планету. Столпы газа поднимались на высоту в 3000 километров над облачным покровом Юпитера. В каждом темном пятне, которое поднималось после удара каждого фрагмента, можно было спрятать всю Землю. Так что зрелище было впечатляющим. И это не просто слова. Энергетический всплеск, произошедший при столкновении с планетой наиболее крупного фрагмента G длиной в 3 километра, соответствовал энергии, выделяемой при взрыве 6 квадриллионов тонн тротила, что в 600 раз превышает весь ядерный потенциал, накопленный на Земле. Посмотрите! Это уникальное зрелище. Наблюдения помогают нам понять нашу Солнечную систему. Таким образом развивается наука. Это потрясающе. Произошедшее стало наглядным доказательством того, что подобные столкновения не только возможны, но и неизбежны и очень опасны. По мнению некоторых, столкновение с кометой размером с фрагмент G может полностью уничтожить жизнь на Земле. Доказательство того, что космические столкновения возможны в наши дни, это лишь часть наследия Джина Шумейкера. В 1997 году он погиб в автомобильной катастрофе, когда изучал кратер ударного происхождения в Эллис-Спринкс в Австралии. Я помню, как однажды за обедом кто-то попросил назвать величайшего планетарного ученого, величайшего геолога 20 века. Этот человек, не задумываясь, сказал, это Джин Шумейкер. Джин Шумейкер помог миру понять, что новые космические столкновения в нашей Солнечной системе неизбежны. Но возможно, что крупные столкновения также помогли сформировать наших космических соседей, изменили их облик и даже положение. Например, почему у Марса два лица? И почему уран лежит на боку? Космические столкновения Солнечная система часть третья Космические обломки размером в одну десятую земной луны бороздят просторы Солнечной системы. Их поверхность испечрена следами столкновений с другими метеорами и осколками. Наконец, по встречному курсу появляется Марс. Эти два небесных тела скоро проверят, могут ли два объекта находиться в одном и том же пространстве одновременно. Планетоид врезается в Марс. Подымаются столпы пыли и обломков. Еще один тяжелый день в жизни внутренней Солнечной системы 4 миллиарда лет назад. Это было крупнейшее столкновение в нашей Солнечной системе. Но ученые узнали о нем, лишь недавно. История началась в июне 1976 года, когда космический аппарат Викинг-1 завершил свое 10-месячное путешествие к Марсу. Достигнув орбиты Красной планеты, он начал передавать на Землю снимки Марса. Викинг-1 Викинг-1 и 2 свершили более 2100 полетов вокруг планеты и отправили на Землю снимки каньонов, кратеров, вулканов и лавовых равнин. Эти снимки позволили выявить интересную особенность поверхности планеты. У Марса наблюдается так называемая дихотомия полушарий. Северная часть этой планеты низменная и плоская, южная полушария гористая и с преобладанием пересеченной местности. Это открытие было сделано еще 30 лет назад. Вопрос в том, каковы причины формирования подобного рельефа. В 80-х годах астроном Стивен Сквайерс и геолог Дон Вильгельмс предложили радикальное объяснение дихотомии поверхности Марса. Так называемая теория гигантского столкновения. Она основывалась на предположении о том, что северные низменные части планеты могли быть крупнейшим ударным кратером в Солнечной системе. Размером с Азию, Европу и Австралию вместе взятые этот кратер занимает почти 40% территории Марса. Но в теории были слабые места. Изучив границы кратера, ученые пришли к выводу, что он имеет скорее фасолевидную, чем овальную форму, которая обычно образуется при столкновениях подобного рода. Недавно команда ученых, среди которых были Джеффери, Эндрюс Ханна и Брюс Баннерт, попытались получить более четкое представление об ударном кратере. С помощью топографических и гравитационных измерений им удалось заглянуть под лавовые потоки возвышенности Тарсис, где находится один из крупнейших вулканов Солнечной системы. Исключив следы вулканической активности, они увидели действительную форму кратера. Мы увидели, как выглядела эта территория 4 миллиарда лет назад. И что касается границ, мы увидели, что вместо фасолевидной формы этот кратер имел очертание правильного овала. Это очень важное наблюдение, потому что на сегодняшний день нам известен лишь один процесс, в результате которого возникают огромные овальные понижения. Это крупное космическое столкновение. Все крупные кратеры ударного происхождения в нашей Солнечной системе имеют форму эллипса. С помощью моделирования удалось установить, что импактор около 2000 метров в диаметре, примерно размером с планету Плутон, передвигался со скоростью в 32 тысячи километров в час и столкнулся с Марсом под углом в 45 градусов. Произошел гигантский выброс энергии. Это неудивительно. Столкновение с Марсом произошло в поздний период формирования нашей Солнечной системы 4 миллиарда лет назад. Это одно из крупных столкновений планеты, следы которых видны до сих пор. Последствия другого столкновения — необычный наклон оси вращения Урана. По сравнению с другими планетами Солнечной системы Уран достаточно невзрачен. У него есть кольца, но они далеко не такие красивые, как у Сатурна. Ледяной гигант Уран — коротышка по сравнению с осенними газовыми планетами Юпитером и Сатурном. Как и Земля, Уран имеет твердое ядро, но на этом сходство заканчивается. На нем было бы невозможно посадить космический корабль. У него очень плотная атмосфера, настолько плотная, что по концентрации я бы сравнил ее с Пудингом. Этот Пудинг окутывает ледяные покровы, мантию этого ледяного гиганта. Отличительная особенность Урана, которая делает эту планету уникальной, это то, что он лежит на боку. Многие годы астрономы не могли объяснить странный наклон оси вращения Урана. Согласно одной из ведущих гипотез, которая была предложена впервые советским астрономом Виктором Сафроновым, в 60-х годах причиной могло послужить столкновение с гигантским небесным телом размером с Землю. У каждой планеты определенный угол вращения. Вот Северный полюс, вот Южный. Наш наклон 23,5 градуса. Наклон Марса 25 градусов. Наклон Юпитера почти нулевой. Но Уран странная планета, потому что она наклонена практически под прямым углом. И Сафронов отметил, что подобное смещение могло произойти при столкновении с объектом, чья масса составляет примерно 3% от массы Урана. Представьте, что планета вращается вот таким образом. Это круглая планета. При ударе сверху по касательной она опрокидывается и отклонившиеся обломки разворачивают ее в сторону. Космические столкновения не только опрокидывают планеты на бок, как в случае с Ураном. Они меняют их внешний облик, как это произошло с Марсом. Иногда осколки, отлетавшие от планет в результате удара, падали на другие планеты. Мы знаем, что метеорит может упасть на поле, в пустыне и вообще где угодно. Но нередко эти метеориты оказываются осколками других миров и несут в себе информацию о других планетах. Наша Солнечная система не самое аккуратное место. Обломки, которые так и не объединились в планеты, путешествуют вокруг пояса астероидов между Марсом и Юпитером, как космические бродяги, которых постоянно тянет на подвиги. Одно столкновение порождает другое, оторвавшиеся в результате удар-обломки планет врезаются в другие планеты. Эти осколки — вещественные доказательства космических столкновений внутри нашей Солнечной системы. Столкновения, которые произошли миллиарды лет назад, в миллионах километрах отсюда. И время от времени космические путешественники заканчивают свой долгий путь на Земле, доставляя нам информацию о Солнечной системе. Они на огромной скорости врезаются в атмосферу и вспыхивают под воздействием высоких температур и давления. Во многих случаях эти фрагменты взрываются в атмосфере и падают на нашу планету звездным дождем. Каждый ребенок, который видел в небе падающую звезду, видел столкновение внеземного происхождения. Очень многие видели космические столкновения. Мы просто не понимали, что это такое. Большинство метеоров сгорают в атмосфере, но иногда их отдельные фрагменты все-таки достигают поверхности Земли. Уцелевшие обломки получают право на новое название – метеориты. И они дорого стоят. Редкая порода людей – охотники за метеоритами. Они разыскивают эти ценные камни, прилетевшие к нам из далеких миров. Ими движет частично наука, частично коммерции, а частично хобби, которое переросло в одержимость. Джефф Ноткин и Стив Арнольд – два самых удачливых и настойчивых охотника за метеоритами. Иногда мы забираемся в богом забытые уголки Земли, куда никто в своем умении когда бы даже не поехал, в надежде найти там маленькие кусочки космических обломков. Почему мы это делаем? Метеориты удивительны. Благодаря им у нас есть шанс прикоснуться к другим мирам. Что еще можно к этому добавить? И они дорого стоят, эти кусочки других планет, упавшие на Землю. Существует определенная иерархия стоимости метеоритов. Вполне логично, что больше всего ценятся самые редкие камни. Кусочки планеты Мас оказались в космосе в результате падения на эту планету других метеоритов. Из многих тысяч возможных метеоритов, которые были найдены на Земле, всего около 30 имеют марсианское происхождение. Это один из самых редких камней внеземного происхождения из тех, что мы находили. Марсианские метеориты в 35 раз дороже, чем золото. В этом камешке всего граммов 15, но этот камешек с Марса, и его приблизительная стоимость составляет около 15 тысяч долларов. То есть он стоит больше, чем все остальное, что лежит на этом столе, вместе взятое. Как и многие другие метеориты, они могут рассказать о структуре соседних планет. Логистикой цена не позволяют нам слетать на Марс и привезти оттуда образцы. Но Вселенная совершенно бесплатно нам предоставила их, направляя в древности к нашей планете. Метеориты не только рассказывают нам о других мирах, они стимулируют технологический прогресс в космической промышленности. Метеориты изучали при разработке дизайна первых космических кораблей. У них идеальная форма для путешествия через атмосферу. При полете сквозь атмосферу к Земле одна сторона метеорита всегда направлена в сторону планеты. так происходит каждый раз. И отсюда пошел термин «ориентация». За время полета к Земле в этом зафиксированном положении его поверхность расплавилась и закруглилась в форме защитного щита. За этим щитом метеор плавился и деформировался, разогреваясь более чем до 1000 градусов по Цельсию. Это один из характерных признаков метеоритов. Эти маленькие вмятины, образующиеся, когда поверхность начинает плавиться. Метеориты, которые сохранили свою первоначальную ориентацию, ценные приобретения для коллекционеров, которые интересуются формообразованием метеоритов и тем, что происходит с ними при прохождении через атмосферу. Вы никогда не увидите такой формы у камня земного происхождения. Только пройдя огненный путь через атмосферу и расплавившись, метеорит приобретает подобную форму, которую можно назвать скульптурой внешнего космоса. Но, несмотря на свою внешнюю привлекательность, эти космические скульптуры ценятся гораздо меньше, чем их марсианские кузены или даже родственники с Луны. Кусочки Луны занимают второе место по редкости и цене. Они начали свое путешествие в лунных кратерах ударного происхождения. Некоторые кратеры огромны. В результате древних столкновений в космосе оказалась масса лунных обломков и время от времени маленькие камешки долетают и до нас. Но большинство метеоритов — беженцы из пояса астероидов. Мы не можем сами добраться до пояса астероидов, но метеориты дают нам шанс изучить состав других миров в нашей Солнечной системе. Есть места, где метеориты встречаются особенно часто. Одно из них — Брэнхэм в Канзасе. Это место — эллипс рассеивания метеоритов в Брэнхэме. Где-то от двух до десяти тысяч лет назад здесь взорвался огромный метеор, прилетевший с запада или с севера-запада. Его обломки рассеяны по территории фермы, где мы сейчас находимся. На этом поле уже находили метеориты, и меня вдохновляет уже одна мысль о том, что они здесь были. Возможно, здесь осталось что-то еще. И сейчас мы это проверим. На сегодняшний день в этих полях было найдено четыре тонны метеоритов, осколков нашей Солнечной системы, включая гигантскую находку Стива Арнольда метеорит Паласайт массой 643,5 килограмма. Эти метеориты состоят из камней и железа с кристаллическими вкраплениями хризолита. Паласайты очень редкие, ценные и их трудно найти. Как фермеры, работающие на полях, Джефф и Стив должны обследовать каждый метр земли. Пропустив малейший участок они могут пропустить метеорит. Здесь мы его локализуем и смотрим, что это такое. Копать всегда нелегко. Помогает охотничий азарт. Мысль о том, что под ними может находиться метеорит стоимостью в десятки тысяч долларов, слегка облегчает им работу. Но не спасает от разочарования, когда они натыкаются на очередную обманку, как это ржавое колесо. Кстати, это одна из самых прикольных обманок из тех, что мы находили. Это точно, но абсолютно бесполезная. Они продолжают свою охоту за метеоритами на поле в трех километрах южнее. Охотник за метеоритами это такая захватывающая и экзотическая профессия. Но на этот раз их ожидания оправдались. Судя по форме и металлическому составу, это действительно метеорит. Посмотрите-ка. И приличного размера. Держу. Посмотри, поздравляю. Поздравляю, приятель. Этот малыш пролежал здесь, не знаю. 5, 10, 15 тысяч лет в ожидании сегодняшнего дня, когда его вытащат на поверхность. Классическая форма метеорита, гладкий наконечник, сформировавшийся при прохождении сквозь атмосферу и вес около 18 килограммов. Это ценная находка. 20-25 тысяч долларов, наверное. Упавший на Землю метеорит не только пережил огненное путешествие через нашу атмосферу. Он также может поведать историю давно исчезнувшего мира, который мы никогда не сможем увидеть. Мы никогда туда не попадем. Изучая метеориты, мы узнаем об окружающей нас Вселенной. Метеорит из других планет совершает путешествие через всю Солнечную систему, чтобы дать нам возможность взглянуть на другие миры. Возможно ли, что они несут в себе подтверждение жизни внеземного происхождения? Космические столкновения Солнечная система часть 4. Жизнь. Мы исследуем Солнечную систему в поисках ее внеземных проявлений. Мы неустанно расследуем ее происхождение здесь, на Земле. Но откуда взялось все живое? Не только первый организм, но и тот строительный материал, из которого эволюционировало все живое. Возможно, семена жизни распространились по Солнечной системе и Вселенной в процессе космических столкновений. Жизнь на Земле сформировалась примерно 3,5-3,8 миллиарда лет назад. По окончании позднего периода массированной бомбардировки, когда хаос в нашей Солнечной системе начал понемногу утихать, и изменившиеся условия благоприятствовали образованию воды, удивительно, но астероиды и кометы, которые путешествовали по нашей Солнечной системе в этот период, могут много рассказать о том, где и когда зародилась жизнь. Потому что органические молекулы, тот самый строительный материал, который дал начало жизни здесь на Земле, можно найти и в космосе, в ядрах комет и на поверхности астероидов. Мы примерно состоим из того же вещества, что и окружающий нас мир. Более того, мы состоим из того же вещества, что и звезды. Взрываясь и превращаясь в сверхновые, они распространяют этот материал по всему космосу. часть его попадает к нам в форме комет и со временем становится нами. Так что у нас звездное происхождение. Мы сделаны из комет. В буквальном смысле этого слова. Например, железо у нас в крови образовалось в результате гибели звезд миллионы лет назад. На последних стадиях существования звезды, после того, как процессы синтеза поглощают их водород и гелий, образуют железо. Это железо попадает в космос, когда звезда гибнет и взрывается. Такова распределительная система, разбрасывающая жизненный материал по всей нашей галактике и за ее пределы. Поэтому, глядя в ночное небо, нельзя не задуматься над тем, есть ли там жизнь. Удивительно, но благодаря космическим столкновениям в нашей Солнечной системе мы можем найти следы внеземной жизни прямо на поверхности Земли. В 1984 году в Антарктиде охотники за метеоритами нашли странный камень, вокруг которого разгорелась бурная дискуссия о возможности жизни на Марсе. Сам метеорит был когда-то обычным камнем на поверхности Марса, который лежал там и никому не мешал. Когда по соседству обрушился другой большой метеор, удар был настолько силен, что наш камень преодолел марсианскую гравитацию и оказался в открытом космосе, где и бродил до тех пор, пока не попал под воздействие силы от притяжения Земли и не упал на нашу планету. Камню присвоили номер ALH 8401, и он стал одной из важнейших находок в истории. Метеорит 8401 говорит о возможности жизни. Самое простое объяснение — это жизнь на Марсе. В нем были обнаружены следы углеродистых структур. Под микроскопом ученые разглядели структуры наподобие простейших живых организмов. И это навело их на мысль о том, что эти камни несли в себе подтверждение того, что на Марсе жизнь есть. Судя по всему, ALH 84001 содержал в себе микроскопические окаменелости древних марсианских бактерий. Было обнаружено четыре подтверждения. Само присутствие минералогии, вкрапление железного минерала, который называется магнетит, и присутствует в земных бактериях. Также наличие окаменелости и присутствие углеродных структур, которые на Земле свидетельствуют об определенных жизненных процессах. На основании этих четырех фактов мы можем выдвинуть гипотезу о существовании древней жизни на Марсе. Эти находки разожгли как надежду, так и бурные дебаты. Возможно ли, что древние столкновения в нашей Солнечной системе забросили первое свидетельство внеземной жизни прямо к нам, на задний двор? Это очень противоречивое заключение, и большинство ученых с ним не согласны. Но, с другой стороны, интерес к этому камню в тысячи раз превышал интерес к любому другому булыжнику. Ученые предположили, что органические молекулы могли попасть в камень из антарктического льда или же образовались в результате небиологических процессов. Несмотря на скептический настрой, поиски внеземной жизни продолжаются. В тех местах, где жизнь могла зародиться, она зародилась. Мы видим жизнь в самых суровых и удаленных уголках Земли. Жизнь — это неотъемлемая часть нашей Вселенной. Кометы и астероиды — кладовая ингредиентов, из которых может вполне зародиться жизнь при наличии соответствующих условий. Возможно, что жизнь распространилась по Солнечной системе благодаря этим объектам. Возможно, космические столкновения разбросали ингредиенты по космосу, чтобы они сели на других планетах. Почему бы и нет? Мы знаем, что столкновения неизбежны, а не наше благословение и проклятие. Возможно, что эти столкновения являются ограничивающим фактором, и когда процессы вольт-соу.